очень популярный японский десерт мочи или моти не знаю как правильно я уже на канале делала эти замечательные шарики кругленькие но вот подумала почему бы не сделать тортик беру рисовой муки 200 грамм 100 грамм сахара и 300 миллилитров воды обычной воды все это перемешиваю и ставлю на водяную баню чтобы у меня тесто заварилось но можно приготовить и микроволновки отправляю на водяную баню на 5 минут у меня прошло 5 минут тесто мое готово уже смотрите как оно заварилось какое густое стало вот этого уже достаточно тесто уже готово в микроволновке если будете делать оно точно такое же получается стол присыпаю немножко рисовой мукой и выкладываю свое тесто такое оно вот липучее теперь нужно с ней поработать собрать ее комочек вот такое тесто у меня получилось и теперь мне нужно быстренько приготовить крем и делаю заварной крем для моего тортика мочи беру 2 яйца 150 грамм сахара 8 грамм ванильного сахара и все это перемешиваем добавляю 300 грамм сметаны и две столовые ложки крахмала у меня нет кукурузного я прямо добавляю картофельный картофельный крахмал сильнее загущает чем кукурузный крахмал если нет ни того ни другого крахмала можно просто добавить муку мука и яйца это натуральные загустители ну крахмал тоже конечно натуральные но если вдруг чего-то нет все можно чем-то заменить сметану можно заменить сливками молоком йогуртом сахар можно заменить медом яйца только ничем не заменишь все отправляю на плиту постоянно помешивая довожу свой крем до кипения и вот он уже начинает густеть как только закипит сразу выключаю потому что он еще какое-то время будет продолжать вариться я уже чувствую тонкну к дну начинает прикипать и закипел выключаю газ и продолжаю помешивать мой крем готов крем у меня немножко остыл я его переложила в другую емкость исключительно для того чтобы он быстрее у меня остыл и я могла в него ввести сыр творожный сыр я буду добавлять в него творожный сыр альметте в каждом магазине он есть 150 грамм баночка вот тут у меня две баночки чуть меньше 300 грамм получается все это у меня пойдет в крем можно использовать маскарпоне но у меня сегодня вот творожный сыр альметте ввожу его в крем и тщательно перемешиваю это уже вкусно а с ягодами будет вообще изумительно он еще крем у меня сладкий а сыр немножко такой солоноватый сочетание с кремом очень вкусная будет не хуже чем с маскарпоне видите какая консистенция становится уже кремовая все за счет того что сыр у меня из холодильника был крем уже холодный почти такой комнатной температуры такой красивый крем получился я буду использовать вот такую разъемную форму из дна края формы я смазала и застелила пакетиком так чтобы у меня бортики были красивые и начинаю раскатывать свои коржи из рисовой муки корж мне надо разделить ровно на 4 части у меня будет 4 коржа и крем я тоже разделила на 4 части так мне нужен вот такой размер по нижней части формы и вырезаю нужный мне размер один корж у меня готов и теперь сверху мне надо положить крем и посмотрите какие прелесть я буду использовать для начинки мочи делают любые с любой фруктовой начинкой у меня будет по сезону ежевика киви и персик итак первый слой у меня будет с ежевикой выкладываю слой крема распределяю его аккуратно обычной ложкой не меньше крем прилипает и теперь идет первый слой ягод меня ежевика ежевичный слой готов и теперь пойдет слой теста слой теста готов и теперь снова слой крема и распределяю уложила слой персиков и теперь снова пойдет слой теста рисового мочи положила слой теста и теперь снова слой крема и распределяю и остается выложить последний слой это киви и выкладываю киви слой киви готов и последний слой теста выкладываю и последним слоем и положила крем последний кусочек теста риса у меня не поместился форма у меня уже полная из последнего кусочка можно сделать отдельно с какой-нибудь начинкой мочи у меня один один кусочек остался теста или брать форму побольше у меня форма 19 такой кусочек теста у меня остался ровно один корж отправляю тортик в холодильник на несколько часов а потом уже окончательно буду украшать тортик постоял у меня в холодильнике сверху я шоколад потерла украсила его шоколадом и теперь открываю убираю форму опля вот такая красота получилась сейчас еще пленочку снимем будет очень красиво такой вот необычный тортик и теперь попробуем отрезать кусочек вот этот хочу отрезать вот такой тортик получается тортику надо время дать застыть очень много крема очень хорошо крем сочетается с фруктами такой быстрый легкий летний тортик фруктовый попробуйте приготовить